Время Время это форма протекания физических и психических процессов. И с другой стороны это условия возможности их изменения. Это одно из основных понятий истории философии и физики. Оно есть мера длительности существования всех объектов, а также характеристика последовательной смены их состояний в процессах и самих процессов изменения и развития. Это также одна из координат единого пространства времени в теории относительности разработанной Альбертом Эйнштейном. В философии время необратимо. Оно течет из прошлого через настоящее в будущее. А вот в метрологии это физическая величина, которая имеет единицы измерений. Например, секунда, минута, час и так далее. Ясно, что время как понятие системы измерения. Измерение времени основано здесь на наблюдении или осуществлении периодически повторяющихся процессов одинаковой длительности. Так, для измерения больших интервалов времени пользуются годом, менее большим месяцем, суточное вращение земли относительно звезд определяет звездное время. На практике пользуются солнечным временем. Время, определенное для заданной долготы, называется местным временем. Местное среднее солнечное время, гринвичского меридиана, называется мировым или всемирным временем. для удобства в большинстве стран принята система времени по поясам, или так называемого поясного времени. Время второго часового пояса в России называется московским. Но есть еще философское понятие времени, это необратимая, неповторимая последовательность, характеризующаяся длительностью, и актуально переживаемая, как непрестанно становящаяся теперь, то есть настоящее, которое вытекает из прошлого, а также в единстве моментов еще не произошедшего, то есть будущее, или уже не протекающего, то есть прошлое. В этом смысле время противополагалось вечности и рассматривалось в религиях как характеристика сотворенного Богом мира, истории философии, как подвижный образ вечности по Платону, или как мера движения по отношению к более раннему и более позднему по Аристотелю, или как протяженность созерцающей, вспоминающей и ожидающей души по Аврелию Августину. Есть, правда, еще и другие измерения и понятия времени, например, грамматическое понятие времени. Правда, время еще распределяется на год, месяц, неделю, время дня, например, утро, вечер, ночь, день, а также месяц, год, как я уже это определил. Но в дальнейших понятиях мы это время разложим, в частности в пятьдесят пятом понятии. А в пятьдесят четвертом мы рассмотрим понятие история. Спасибо за внимание, до свидания. субтитры субтитры